Тамара Куцеридзе, телекомпания «Маэстро». Владимир Владимирович, у меня вопрос в целом о перспективе отношений российско-грузинских. Вот уже три года прошло, как в Грузии поменялась власть. Были ожидания, что встреча в верхах произойдёт. По какой причине эта встреча до сих пор не произошла, пока не ясно. Люди надеялись, что Россия облегчит, если не вообще отменить вызовы режима с Грузией. И пока тоже нет подвижек в этой области. Вот у меня вопрос. Что могут стороны сделать? Что ожидает Москва от Тбилиси? Что можно ожидать от Москвы для того, чтобы вот эти отношения между Россией и Грузией вывести на какой-то новый уровень? Ваши прогнозы, какие перспективы? Что касается событий 2008 года и последовавшей за этим деградации наших отношений, мы много раз об этом говорили. Но я считаю себя обязанным повторить ещё раз. Не мы являемся причиной обострения ситуации. Не нужно было принимать бывшему руководству Грузии и тогдашнему президенту Саакашвили такие авантюристические решения, которые привели к территориальному развалу Грузии. Это их вина. Это вина историческая, и она на их плечах целиком и полностью. Сейчас вы занялись экспортом политических деятелей, сейчас они активно функционируют в другой республике бывшего Советского Союза, в независимой и незалежной Украине. Как мы видим, они не изменили своего стиля работы. Кстати говоря, я уже упоминал об этом, хочу ещё раз сказать. На мой взгляд, это просто такой плевок в лицо украинского народа. Мало того, что поставили Украину под внешнее управление, но ещё таких политических, с позволения сказать, деятелей туда делегировали. Кстати говоря, по-моему, Саакашвили же не дали рабочие визы в США, но они его направили на Украину, пускай там покомандуют. Но вот он там активно функционирует. Чего украине сказали? Мы не просто вами будем управлять, но мы вам ещё пришлём людей, которые будут вами управлять. Из более цивилизованных стран, соседних или из-за океана, на ключевые посты их всех посадим, на финансы, на экономику, на то, на сё, на это, на пятое раздесятое. Потому что вы не можете грамотно это сделать. Вот другие могут, а вы нет. Из 45 миллионов человек нельзя найти 5-10 честных, порядочных, эффективных управленцев. Но это просто плевок в лицо украинского народа. Теперь, что касается отношений с Грузией, не мы были инициаторами развала этих отношений, но мы готовы их восстанавливать. Что касается территориальной целостности Грузии, это прежде всего дело грузинского народа, юго-осетинского и абхазского. Надо с ними работать. Мы примем любое решение. А вот сегодня, несмотря на все сложности, о которых вы сказали, мы видим сигналы от действующего руководства Грузии. Но и эти сигналы принимаются. Ведь, обратите внимание, две трети виноматериалов и вина Грузии, две трети поступают от экспортного объёма именно на российский рынок, а не куда-то там в дальние зарубежья. Мы берём же эти продукты, так же, как и другие. И объём товарооборота увеличился. Сейчас вот за этот год в связи с общей экономической ситуацией он немножко припал, но в целом он демонстрирует достаточно эффективно большие темпы роста. Что касается визового режима, да, мы думаем, мы готовы отменить визовый режим с Грузией.